Остаточная глубина протектора летних шин. Когда шины пора менять? Есть два самых важных момента, на которые стоит ориентироваться, чтобы понять, что износ шин стал критическим, и их пора менять. Первое – это правила дорожного движения Республики Беларусь. Второе – это индикаторы износа, которые производитель шин заботливо разместил на дне канавок рисунка протектора. И если шинные бренды рассчитывают минимальную остаточную глубину протектора, исходя из сохранения эксплуатационных характеристик шины, например, скорости и количество отведения воды из пятна контакта, то правила дорожного движения эту тему раскрывают немного глубже. Итак, пункт 25 приложения 4 гласит, что шина считается непригодной к эксплуатации, если появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора при равномерном износе, или два индикатора в каждом из двух сечений при неравномерном износе беговой дорожки. Ну а теперь о конкретных цифрах. Согласно правилам дорожного движения, минимальная остаточная глубина рисунка протектора летних шин составляет 1,6 мм. Производители свои индикаторы износа обычно располагают тоже на этой высоте, с небольшими допущениями в большую сторону, опять же ориентируясь на эффективность работы покрышки и на качество и отведения воды из пятноконтакта. Давайте на примере этой шины, это у нас, кстати, Continental Premium Contact 6, померяем специальным глубиномером, на какой же глубине находится здесь индикатор износа. Отпустим все до конца, отнулимся и до дна канавки 1,73 мм. Как найти эти индикаторы? Как я уже сказал ранее, располагаются они на дне канавки рисунка протектора шины, а на боковине обозначаются специальной маркировкой TVI. Где-то эта маркировка действительно выглядит как надпись TVI, кто-то обозначает ее треугольничком маленьким, ну а некоторые производители и вовсе рисуют пиктограммы с собственными логотипами напротив этих индикаторов износа. Почему нельзя эксплуатировать шины со значительной степенью износа? Потому что это ваша безопасность. Чем меньше остаточная глубина рисунка протектора шины, тем хуже шина отводит воду из пятноконтакта и, соответственно, тем выше риск аквапланирования. Также износ шины, приближенный к максимально допустимому, не позволит шине уверенно чувствовать себя в поворотах, а на гравийных и грунтовых дорогах в таких условиях проявится слабый зацеп. При движении по трассе на загородных скоростях есть риск перегреть шину, что может привести к нарушению свойств резиновой смеси и ее последующему разрушению. Отдельной строкой в теме остаточной глубины рисунка протектора летних шин стоит вынести набирающие стремительную популярность всесезонные шины. Те самые всесезонные шины, на которых помимо маркетинговых надписей «All Seasons» и «M Plus S» есть изображение трех горных пиков и снежинки. Для всесезонки не существует отдельных правил. То есть при эксплуатации в зимних условиях, ну, считай, с 1 декабря по 1 марта, остаточная глубина рисунка протектора минимально должна составлять 4 миллиметра. При эксплуатации во все остальные месяцы, как и у летних шин, 1,6 миллиметра. Производители всесезонных шин обычно на дне канавок размещают два индикатора – зимний и летний. Ну, а на боковине отмечают двумя маркировками TVI. В случае с Matador MP62 All Weather Evo – это надпись TVI для летней и снежинка для зимней. Еще один момент, который ни в коем случае нельзя упустить – это эксплуатация зимних шин летом. Обо всех минусах этого сомнительного способа сэкономить мы рассказывали в одном из наших прошлых видео. Кстати, ссылку на него вы без труда найдете в описании к этому ролику. И все же, какой должна быть остаточная глубина рисунка протектора зимних шин при летней эксплуатации, хоть мы настоятельно рекомендуем, так не делать. Поскольку индикатора износа, соответствующего летнему режиму у зимних шин просто не существует, ориентироваться нужно на правила дорожного движения. А там все просто – 1,6 мм. Кстати, некоторые производители наносят на свои шины и другие маркировки, которые позволяют оценить эффективность работы шины в некоторых условиях. Например, изображение капельки. Эта капелька либо стирается сама по ходу износа рисунка протектора шины, либо располагается на боковине в виде маркировки TVI, которая означает, что до этого предела шина максимально эффективно будет отводить воду из пятна контакта, а после этого противодействия аквапланированию будет не таким хорошим и водителю в мокрую погоду нужно быть максимально осторожным. А теперь давайте подведем итог. Первое. По мере износа рисунка протектора шины ухудшаются ее сцепные характеристики и характеристики водоотведения. А значит, чем больше износ рисунка протектора, тем меньше водительский пыл вам стоит проявлять. Второе. Необходимо следить не только за остаточной глубиной, но и за равномерностью износа. И третье. Не стоит тянуть до последнего проявившегося датчика износа, чтобы заменить шины на новые. Лучше сделать это немного заранее, подгадав момент сезонной смены шин, чтобы не тратить деньги на шиномонтаж дважды. И последнее. Небольшой лайфхак о том, как измерить остаточную глубину рисунка протектора шины. Можно, конечно, воспользоваться специальным глубиномером. Можно, конечно, воспользоваться штангенциркулем, ну или же линейкой. Но эти спецсредства не всегда есть под рукой. Зато под рукой всегда есть монетка в 20 копеек. Вставляем ее в канавку протектора и смотрим. Если шина перекрывает монетку лишь до цифр ее выпуска, шину пора менять. Все, что выше, в допуске. Все, что приближено к нижней части цифр сигнализирует о необходимости скорой смены шин. Понравилось наше видео? Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии и, конечно, большой палец вверх.